Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня хочу обрадовать вас рассказом об очередном экзотическом растении. Смотрите, в последнее время очень входит в моду выращивание каких-то экзотов у себя дома. Кто-то выращивает авокадо с косточки, кто-то выращивает манго, кому-то нравится выращивать пассифлору или маракую съедобную, а вот кто-то любитель выращивать комнатный гранат. О нем я и хочу вам сегодня рассказать. Это растение у себя на родине достигает высоты почти 6 метров. Может расти кустика, может расти дерево. Понятно, что в комнатных условиях он не вырастет такой большой. Максимум это 2 метра. Причем, что радует, вы можете попробовать его тоже вырастить с косточки. Зацветает это растение на 4-5 год после посадки. Видите, внешний вид вроде бы такой, ну и не очень презентабельный. Тоненькие веточки зелененькие, маленький листик. Но это все компенсируется вот такими симпатичными цветочками. После того, как пройдет опыление, обратите внимание, вот здесь есть цветочек, да, и видно здесь вот зачатки уже, получится плодик здесь. Большущая такая ягодка, вот внутри которой будет очень много семечек, гранатинок так называемых. Что надо этому растению для того, чтобы оно росло и радовало вас и давало плоды? В первую очередь надо много света, но свет при этом должен быть не очень яркий. Это растение летом очень любит полив и опрыскивание. Если его вынесете на балкон или открытую лоджию, оно вас только облагодарит. Цветение начинается с ранней весны и цветет целое лето. В зимнее время это растение, понимаете, что это листопадное растение, поэтому ему надо снижение температуры, ограничение, естественно, полива, и при этом это растение скинет листики, не будет листиков на нем. Это так положено, потому что это листопадное растение, оно не может быть вечно зеленым в комнате. Подкормочки. В период активного роста мы даем подкормки, но зато уже когда залаживаются плоды, подкормки должны быть по минимуму. Подкормки, где не очень много азота, в принципе. И такое растение при правильном уходе будет вас очень долго радовать, потому что это растение долгожитель. Ну и, естественно, угощать очень вкусными плодами. Когда растение маленькое, естественно, нужно формировать нагрузку на веточки. Когда уже более-менее взрослые, тогда уже, смотрите, количество плодов все равно лишнее можно будет отщипывать. И еще одно. Обязательно весной это растение нужно обрезать. Вы должны его обрезать для лучшей формировки. Санитарная обрезка, то есть обрезать все сухое, то, что растет не ту сторону, как вам нравится, где-то там загущение вызывает или еще что-нибудь. И когда вы делаете стрижечку, обратите внимание, где у нас цветочки. Не залаживаются на концах молодых побегов. Когда вы делаете стрижку, растение активно, что делает, растет. И на кончиках появляются цветочки. А цветочки – это будущие плоды. Вот. Так что, пожалуйста, кто у нас любит заниматься экзотикой, гранатики, приходите. Пожалуйста, мы будем очень рады. Субтитры создавал DimaTorzok